Что болтунили, думала, то Вовка выдумал, а болтать-то мне, когда мне болтать-то некогда, драм, кружок, кружок по фото, мне ещё и петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали, а Мария Марковна сказала, когда я шла вчера из зала, драм, кружок, кружок по фото, это слишком много, что-то, выбирай себе, дружок, один какой-нибудь. Кружок. Ну, я выбрала по фото, но мне ещё и петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. А что болтанье Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Здравствуйте, дорогие зрители. С вами сегодня Алла Львовна Брускина, главный библиотекарь библиотеки Короленко. Думаю, взрослые дети узнали отрывок из стихотворения Агнии Львовной Борто «Болтунья». Сегодняшнюю нашу встречу я посвятила этой самобытной поэтессе. В феврале этого года мы отметили 115 лет за дня её рождения. Давайте мысленно перенесёмся на 115 лет назад, когда в Москве 4 февраля 1906 года родилась Агния Борто. Она была очень творческой натурой с раннего детства. И первое впечатление её детства – это высокий голос шарманки. Она мечтала долгое время так же ходить по дворам, крутить ручку шарманки, чтобы изо всех окон выглядывали люди, привлечённые музыкой. А ещё она хорошо танцевала. Отец её был ветеринаром, но мечтал, чтобы дочь стала балериной. Балериной она не стала, хотя окончила хореографическое училище. Стихи Агния Борто начала писать в раннем детстве. Ей не было ещё и 20-ти, когда вышел первый известный всем нам сборник, теперь уже известный сборник стихов под названием «Игрушки». Конечно же, вы помните эти стихи и про бычка, и про мишку с оторванной лапой, и о Тане, которая уронила в речку мячик. Есть замечательное стихотворение «Котёнок», прекрасные иллюстрации в этой книге. А я очень люблю стихотворение «Помощница». Может быть, кто-то и узнает себя в этой девочке Танюше. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела. Таня ела, чай пила, села, с мамой посидела, встала, к бабушке пошла. Перед сном сказала маме, вы меня разденьте сами, я устала, не могу, я вам завтра помогу. В юности Агнии Барто пришлась на годы революции и гражданской войны. А во время Великой Отечественной войны она выезжала на фронт, читала свои стихи, писала статьи во фронтовые газеты, выступала по радио и бывала на заводах. И именно там видела труд рабочих подростков. Уже после войны это тяжелое время нашло отражение в ее стихах. Так появились стихи «Новичок», «Непоседа», «Мой ученик». А я хочу прочитать вам стихотворение «Решил я стать учеником». Прощайте, кони на лугу, я вас все лето пас. Прощайте, кони на лугу, еще разок постерегу, потом покину вас. Холмы синеют далеке, уже совсем рассвет. Холмы синеют далеке, как будто волны на реке, а лес в туман одет. Восходит солнце над леском, встает погожий день. Решил я стать учеником, надеть фуражку с козырьком и кожаный ремень. Все жду я почты полевой, от брата писем нет. Алеша, если ты живой, пиши скорее ответ. Алеша, бей их горячей, гони фашистов прочь. И я готов не спать ночей, стоять подручным у печей, работать день и ночь. Прощайте, кони на лугу, я вас все лето пас. Еще разок постерегу, потом покину вас. Другого ждите, конюха, привыкните к нему. Гобедой заржал тихонечко, не знаю почему. После военные годы энергичная, темпераментная, стремительная Агния Барто успевала всегда и всюду. Ее хватало на стихи, на переводы, на пьесы, на сценарии фильмов, на бесконечные встречи со своими читателями, в школах, в детских садах, интернатах и, конечно, в библиотеках. А еще она часто выступала на самых разных писательских съездах и конференциях. И хотя среди стихов Агния Барто много стихов серьезных, ярче всего ее талант все-таки проявился в веселых стихах. Потому что она прекрасно понимала, что это смех, юмор, самая короткая дорожка к сердцу человека, и маленького, и большого. Как, например, не улыбнуться, когда читаешь исповедь такого страдальца, который ради покупки снегиря готов, например, на такие невыносимые мучения. Да чего же я старался? Я с девчонками не дрался. Как увижу я девчонку, погражу ей кулаком и скорее иду в сторонку, будто я с ней не знакома. Или, например, Лешенька непреклонный, которого никак никто не может уговорить, сделать одолжение. Выучить, наконец, таблицу умножения. Поэтесса наблюдает за сформированием лучших качеств ребенка, начиная с детского возраста. Это стихи о малышах для малышей в книге «Игрушки». Но она много стихотворений написала, адресованных школьникам. И ребята в этих стихах самые разные. И веселые, и грустные, и трудолюбивые, и с лицой, и хвостунишки, и врунишки, и мечтатели, и храбрецы. Есть стихотворение, адресованное к первоклассникам. И вот в данном стихотворении показано очень серьезное отношение мальчика Пети к тому, что он идет в первый класс в школу. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок. У него на новой куртке отложной воротничок. Он проснулся ночью, темной было только три часа. Он ужасно испугался, что урок уж начался. Он оделся в две минуты, со стола схватил пенал. Папа бросился в догонку, у дверей его догнал. За стеной соседи встали, электричество зажгли. За стеной соседи встали, а потом опять легли. Разбудил он всю квартиру, до утра заснуть не мог. Даже бабушке приснилось, что она твердит урок. Даже дедушке приснилось, что стоит он у доски и не может он на карте отыскать Москвы реки. Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Есть видеофильм, в котором сама Петя сочетает свои стихи. В том числе стихотворение «Мама или я». Вообще, взаимоотношениям детей, в частности, именно мамам. Много посвящено стихотворению «Огнеборто». Вот в этом стихотворении уже мама волнуется за своего первоклассника. «Непонятно, кто из нас поступает в первый класс? Мама или я? Новиков Илья. Наш букет уже готов. Кто не спит из-за цветов? Кто глядит чуть свет? Не завял букет? Мама, а не я, Новиков Илья. Рассказала всем чужим. Скоро в школу побежим. Мама, а не я, Новиков Илья». Илья, перед первым сентября мама сбилась с ног. Ну-ка, книжки соберем. Что на завтрак мы берем? Не проспи, сынок. Непонятно, кто из нас поступает в первый класс? Мама или я? Новиков Илья. Посмотрите, сколько книг «Огнеборто» в нашей библиотеке. И среди них есть и такая книга, которая называется «Я расту». И в ней большая глава, а в ней и стихотворение «Я расту». А я не знал, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно. Расту, когда сижу в кино. Когда светло, когда темно. Расту, расту я все равно. Идет борьба за чистоту. Я подметаю и расту. Сажусь я с книжкой на тахту. Читаю книжку и расту. Стоим мы с папой на мосту. Он не растет, а я расту. Отметки ставят мне не ту. Но я, я чуть не плачу, но расту. Расту и в дождик, и в мороз. Уже я маму перерос. Здесь, конечно, много юмора, но и очень много познавательного, как во всех стихах. Потому что ребята здесь и в этих стихах и проказничают, и ошибаются. Но все равно Агнея Бардо проявляет большую любовь и уважение к детям. И, наверное, всем своим творчеством она воспитывает уважение к детям. А еще касается важных тем. Я говорила уже о стихотворениях о маме. И вот два стихотворения. Разговор с мамой. Маленькие такие зарисовки удивительные. Сын зовет. Агу, агу. Мол, побудь со мной. Я в ответ. Я не могу. Я посуду мою. Но опять. Агу, агу. Слышно с новой силой. И в ответ. Бегу, бегу. Не сердись. Маленькие. А есть разговор с дочкой. Конечно, дочка уже старше. Это малыша. Мне не хватает теплоты, она сказала дочке. Дочь удивилась. Мерзнешь ты. И в летние денечки ты не поймешь. Еще мала вздохнула мать устала. А дочь кричит. Я поняла. И тащит одеяло. И заканчивая наш разговор, я хочу пожелать всем читать стихи Агни Барто. Учиться у ее героев жить. Воспитывать свой характер. И завершить хочу нашу встречу очень трогательным стихотворением «Колыбельное». Старший брат сестру баюкал. Баюшки баю. Унесем отсюда кукол. Баюшки баю. Уговаривал девчушку ей всего-то год. Спать пора. Откнись в подушку. Подарю тебе я клюшку. Встанешь ты на лед. Баю, баюшки. Не плачь. Подарю футбольный мяч. Хочешь? Будешь за судью. Баю, баюшки баю. Старший брат сестру баюкал. Ну, не купим мяч. Принесу обратно кукол. Только ты не плачь. Ну, не плачь. Не будь упрямый. Спать пора давно. Ты пойми. Я папу с мамой отпустил в кино. Дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки. Наши юные читатели. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok